Привет! Каждый новый год в GTA Online на пару недель включается снег. Многие, включая меня, его ждут, потому что это редко, это необычно и атмосферно. Можно поиграть в снежки, машины скользят и включаются новогодние ивенты. Но с этим снегом не всё так гладко. В целом смотрится красиво, но если начать присматриваться, как делаю я, то многие моменты будут вызывать не очень приятные впечатления. Снег сделан максимально просто и работает буквально на паре скриптов. В этом видео я решил придолбаться к снегу, рассказать и показать, как он работает и проблемы, которые с ним связаны. Я знаю, что снег уже отключили, поэтому сегодняшнее видео я записываю в сюжетке с модами. Сначала давайте посмотрим на идеальный снег. Северный Янгтон. Локация из начала сюжетки. Тут тебе и сугробы, и ноги персонажа проваливаются, и сосульки висят, и речка во льду. И всё так, как должно быть. Очень трудно к чему-то прицепиться, всё выглядит идеально. Понятно, что это маленькая локация, основная карта намного больше, и стараться там так же, как здесь, нецелесообразно. Тем более для временного события в онлайне. Но всё равно могли бы больше постараться. Снег в Лос-Сантосе это белый полупрозрачный цвет, наложенный на оригинальные текстуры. И накладывается этот цвет на верхнюю часть всех объектов. Если мы найдём что-то круглое и начнём катить, то увидим, что снег всегда сверху. В РДО, кстати, так же работает. Это тупо один простой скрипт, который красит верхнюю часть всех объектов в белый. Где-то выглядит круто, а где-то не очень. Проблема в том, что вручную разработчики ничего не прорабатывали. Они полностью доверились этому алгоритму. Интересно, что с помощью модов снег можно включить даже на Каю Перико, и это будет выглядеть так, будто это специально прорабатывали. Но нет. Это просто алгоритм. На территории комплекса моё внимание привлекли эти деревья. Какие-то листья у них полностью белые из-за включённого снега, а какие-то полностью зелёные. Я не знаю, как это понимать. Эти деревья есть только на Каю Перико. Ещё, что интересно, снег можно включить даже в Северном Янгтоне. И будет двойной снег. Но здесь это только всё испортит. Исключением для снега являются все интерьеры, при входе в которые включается фильтр. Это магазины, клуб, тоннели, автомастерские и так далее. Конкретно в клубе смену фильтра видно лучше всего. Все места, где на пороге резко меняется освещение, там снег отключён. И на входе в такие места он резко обрывается. Разработчики не сделали плавные переходы. Больше всего это бросается в глаза в тоннелях. Но в игре также есть много интерьеров, где нет фильтра. И вот там всё в снегу. Это правило работает даже на Каю Перико. Там есть интерьеры как с фильтром, где нет снега, так и без фильтра, где снег есть. Вот только в ангаре фильтр включается не прямо на пороге, а за пару метров от него. Видно, как появляется и пропадает дымка. Но снег прерывается там, где нужно. Интересно. Если мы с берега или с воздуха посмотрим на воду, то увидим, что дно тоже присыпано снегом. Бред. Но если нырнуть, то его не будет. Это потому, что когда мы ныряем, включается подводный фильтр, и пока он активен, снег полностью отключается. Если с помощью свободной камеры постараться аккуратно посмотреть на поверхность, то мы увидим лето. Но как только всплывём, резко появится снег. Без модов, находясь под водой, это невозможно увидеть. А если через свободную камеру постараться аккуратно в обратную сторону посмотреть под воду, то там всё же будет снег. Эффект пробуксовки во время зимы особенный. Но его ухудшенную версию, которая видна на расстоянии, сделать забыли. И на расстоянии вместо снега обычная пыль. С отражениями беда. Гляньте в зеркало. В любых отражениях карта будет летней. В зеркалах, на отражениях самой машины, стёкла, везде отражения лета. Я думаю, многие замечали, что во время снега странно себя ведут заборы из сетки. Это потому, что разработчики при создании снега каким-то образом испортили текстуры с альфа-каналом. Это касается заборов из сетки, колючей проволоки, кустов, мелкой травы, сетки для тенниса и многих других текстур. Какое отношение эти текстуры имеют к снегу и как можно было их испортить, большой вопрос. По этой же причине лоды при прогрузке в нормальные объекты выглядят странно. Потому что почти все объекты в GTA в момент прогрузки похожи на сетку. Но во время записи этого видео я выяснил, что эти испорченные текстуры видны только тем, у кого отключено сглаживание MSAA. Я привык играть без сглаживания, поэтому каждую зиму видел вот такие текстуры. Но благодаря этому видео теперь я знаю, что зимой лучше играть со сглаживанием. Будет и адекватная прогрузка, и будут нормальные текстуры. Лоды. Во время зимы все они тупо белые. Из-за этого очень сильно бросается в глаза переход из белого в нормальные цвета. Больше всего это заметно на деревьях. Опять виновата лень разработчиков. Вместо того, чтобы пару часиков порисовать, они решили залить все белым. Хорошая работа. Трава тоже полностью белая. По-хорошему ее вообще быть не должно. Но это я уже слишком многого прошу. Какие-то деревья полностью белые, какие-то белые частично. С кустами такая же тема. И вообще, какого хрена зимой куча зеленой растительности? И почему все листья на деревьях? Почему на время снега не убрать листву, чтобы остались голые ветки? Модели деревьев в игре буквально несколько штук. Убрать с них листья, это работа на один день для одного человека. Меня бесит снег в GTA тем, что он сделан максимально лениво. Вы создали алгоритм, при котором верхние части объектов красятся в белый, имитируя снег. Хорошо, но поработаете же вы ручками хоть немного, чтобы исправить косяки. Не может дорога, по которой постоянно катаются машины, оставаться идеально белой. Человек держит в руках телефон, и у него телефон, сука, в снегу. В кафешке челик сидит, и у него там тоже все в снегу. Стул, стол и все, что на столе. Люди в купальниках на пляже тупо лежат на снегу, потому что из-за снега не видно подстилок. Во многих местах трава светится. Флаг, который болтается на ветру, тоже окрашивается в белый цвет. Как и любая ткань в игре. Потому что исключение для снега, это только интерьеры с фильтром. А на остальное плевать, что бы это ни было. Флаги и телефоны в руках, компьютеры в здании. В любой интерьер через окно посмотри, там 100% будет снег. Короче, мой вывод таков. Снег норм, если не всматриваться. Но могли бы сделать намного лучше. Пишите, что вы думаете про снег в GTA и замечали ли вы все эти проблемы. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok